Дорога в Непале это не обещание, а приговор. Скорее всего вы будете ехать в тесном автобусе под вздохом локоть или колено соседа, но есть выход. Если вы сопрались ехать здесь, необходимо только побеспокоиться о том, чтобы защититься от яркого солнца и, разумеется, от низко натянутых проводов. В плодородных долинах с тропическим климатом проживают три четверти 30-ти миллионного населения Непала. Эверест или Анапурна, они, конечно, хороши собой и легко узнаваемы, но горы и для большинства самих непальцев почти экзотика. Ведь крестьянин за околицу села выбирается пару раз за жизнь. Пейзажи здесь, в низине, выкрашены в цвета охры и стали. У них колер хорошо прожженной пыли. Ну, только что в деревне небесный живописец еще истошной зелени в охру припустил. Область Читвана это житница, здравница и зверинец Непала. Здесь царит климат тропический, жарко-влажный. Не зная, где ты, сочтешь, что занесло куда-то в Индию. Так оно, в общем-то, и есть. В культурном отношении эти места совершенная Индия. В административном нет, но только лень и цивилизованность не позволяют Нью-Дели на эти земли претендовать. Вдобавок, Непал и без того всецело подконтролен южные сверхдержавные соседки. Быть крестьян только чужеземцу и лишь на первый взгляд может показаться романтическим, экзотическим. Землепашцы всюду трудятся тяжко за гроши и живут почти одинаково. В нищете. Вся разница только в фасоне тряпья, да в том, что лаптями здесь служат вьетнамки. Справный хозяин-единоличник, владелец отруба или хутора, он всюду перебивается с хлеба на воду. Земледелие это лучший способ прозориться. У непальцев аграриев из имущества вообще только пара тряпок, куль риса, глинобитная хижина. Села вроде этого производят треть непальского национального богатства. Есть еще скотоводы в Искагорье, но животноводство там в массе своей не товарное. Растят, чтобы самим и сожрать. Главное из культивируемых культур, конечно, рис. Вот так вот обмолачивают рис в Непале. Надо сказать, можно на этот счет разделять подход Маркса и полагать все это идиотизмом сельской жизни. Можно разделять воззрение Жан-Жака Руссо и говорить о благородстве традиционном сельской жизни. Как бы то ни было, в целом сельскохозяйственное производство, что в Непале, что в любой другой точке планеты, практически идентичны. Разве что культуры различаются. Деревенька расположена прямо рядом с заливными полями. Люди выкроили себе в первозданных джунглях небольшой клочок. Окрестности же, как тысячи лет тому назад, кишмя кишат диким зверьем. В этом легко убедиться, просто выйдя за околицу. В реке мирно принимают ванны, солнечные пополам, с пресноводными носороги. Пасторальность картины не должна вводить в заблуждение. Если неосторожно к зверю приблизиться, сотни килограммов плоти превратятся в торпеду, которая пустит вашу лодку на дно, а вас на корм рыбам.